Теплая Брестская зима буквально за считанные предновогодние дни сменилась на настоящую морозную снежную. Берестейцы, которые еще несколько недель назад прогуливались по областному центру в тонких куртках и пальто, сменили осенние одежды на теплые пуховики, куртки и шубы. Похолодало не только на улице, но и в домах. А потому пропорционально с понижающимися показателями температур за окном увеличивался градус на мониторах отопительных котлов и количество дров в домах жителей частного сектора. К сожалению, именно они чаще всего страдают от собственной беспечности в такие суровые зимы. Плохо работающие отопительные приборы, разрушенные дымоходы и печи приходят в негодность тогда, когда за окном далеко не плюс. Кроме того, именно они и становятся виновниками страшных пожаров, где порой теряется самое главное, что есть у человека – жизнь. Есть необходимость напомнить нашим уважаемым гражданам и о соблюдении правил пожарной безопасности, особенно при эксплуатации печного отопления. С учетом таких погодных условий резко возросло именно количество пожаров по причине нарушения правил эксплуатации печного отопления и, к сожалению, имеются факты гибели людей на пожарах. Мероприятие и торжества еще впереди, а потому не стоит забывать о собственном здоровье, утверждают брестские медики. Начало месяца выдалось по-настоящему морозным, но, к счастью, не скользким. А потому среди тех, кто оказался на больничной койке травматологического отделения в первые дни Нового года, в своем большинстве – любители горячительных напитков, испытавшие на прочность не только печень, но и другие части своего тела. Но это пока. Уже к выходным синоптики обещают некоторое потепление. А потому, если так случилось, что земля не вовремя ушла из-под ног, а травмированная конечность волнует все больше и больше, травматологи советуют не откладывать с походом в пункт оказания первой медицинской помощи. Как правило, когда уже выражены изменения при переломах, там, деформация, конечности, невозможно наступать, тут люди уже, не сомневаясь, обращаются и выставляют скорую помощь. Но все остальные случаи, если какие-то сомнения есть, мы надежурим круглосуточно, пожалуйста, обращайтесь. Дежурный медперсонал разрешит ваши сомнения. Будем надеяться в лучшую сторону. В каком-то смысле сильные морозы облегчили работу сотрудникам управления госавтоинспекции. Многие водители, не сумев завести авто, попросту на несколько дней отложили права и стали пешеходами. Но не уменьшилось количество желающих полихачить, повысив уровень адреналина в крови лишними граммами алкоголя. А потому дорожные правоохранители не ослабили бдительность. Усиленный режим несения службы продолжается. На дорожную ситуацию влияют, естественно, несколько факторов. Первый – это что сотрудники госавтоинспекции переведены на усиленный вариант несения службы, и весь личный состав задействован именно на обеспечение безопасности дорожного движения, особенно в темное и ночное время суток. В том числе, конечно же, погодные условия на сегодняшний момент играют в сторону сотрудников госавтоинспекции. То есть, конечно, когда идут высокие морозы, плюс ко всему на сегодняшний момент выходные дни, и многие просто не берут свои автомобили. Но, тем не менее, что бы хотелось отметить, что за праздничные дни было задержано довольно-таки очень большое количество нетрезвых водителей. Можно отметить, что если на уровне всей республики, то Брестская область оказалась, скажем так, в кавычках «самая пьяная». То есть задержано было 46 нетрезвых водителей за три дня. Однако, как бы ни обеспечивалась наша безопасность, какие меры бы ни предпринимались для того, чтобы оградить нас от беды, очень важно, чтобы мы сами несли ответственность за себя, за своих близких, за тех, кто оказался рядом. Не проходите мимо человека, нуждающегося в помощи. Не проезжайте мимо сломавшегося или замерзшего автомобиля. Помните о том, что в такой ситуации можете в любую минуту оказаться и вы.